Здравствуйте! Меня зовут Мария Крески. Я ведущая регионального бюро в Боснии Сараевы. Я вас приветствую на второй дискуссии нашей девятой исторической конференции. В этот раз в цифровом формате. Для нас это премьера. И у нас уже была первая дискуссия. А теперь мы хотели бы вам сначала дать пару информаций по поводу техники и использования технологий. Мы переводим на три языка. То есть будет перевод на два языка. И вы можете внизу в окошке набирать. Там символ шара, планеты. И там вы можете выбрать свой язык. Сейчас мы будем говорить об опыте насилия между обращением и преодолением прошлого и табуизированием. Сейчас я передаю слово Ирине Щербаковой, которая сидит в Москве и будет со мной вести эту дискуссию. Большое спасибо. Приветствую всех участников. Я буду выступать на немецком языке. Мы продолжаем нашу работу. Надеюсь, что предыдущая дискуссионная панель вам очень понравилась. И во втором раунде мы побеседуем о том опыте насилия, как этот опыт был проработан и что табуизировалось. Я думаю, что Марион очень хорошо объяснила, где можно найти соответствующую кнопку, когда вам требуется перевод. У нас на мероприятии работают три языка. Сейчас мне хотелось бы представить двух участников нашей дискуссии. И сделаю это с большим удовольствием. Потому что речь пойдет о Марте Хавришко. Она является историком, доктором исторических наук, работает в Институте современной истории в Украине, в Академии наук. Приветствую вас. И на данный момент она является Research Fellow в музее, посвященном Холокосту в Соединенных Штатах. Она является автором монографии, автором многочисленных статей о насилии, сексуальности во Второй мировой войне, о гендерных вопросах. Она много писала о феминизме. Она уже подключилась к нам. Она подключилась к нам из Соединенных Штатов. Ну, по крайней мере, я так предполагаю. И следующая участница – это Аида Папикян. Надеюсь, что она тоже уже смогла подключиться к нам и слышит нас. Она является исследователем в филиале фонда имени Бюэля. Она участвовала в разных проектах. То есть сейчас я уже вижу Аиду тоже, да. Так вот, Аида участвовала в различных проектах, посвященных правам человека, в исторических проектах, проводила научно-исследовательские работы, Вторая мировая война и женщины в ней, женщины как жертвы политических репрессалей на Южном Кавказе во время Советского Союза. Таким образом, Аида – очень хороший эксперт. Добро пожаловать, Аида. Очень рада буду нашей беседе. Сейчас передаю микрофон дальше Мариону. Спасибо, Ирина. Я, в свою очередь, представлю других гостей нашей дискуссии. Это Роберт Зоммер. Он является свободным историком, культурологом. Он сотрудничает с Чикагским университетом и с мемориалом Равенсбрюк. И на протяжении последних лет он занимался очень неизвестной темой, о которой нам сегодня расскажет. Речь пойдет о лагерных борделях, концентрационных лагерях. Роберт, добро пожаловать и спасибо за то, что мы сможем поговорить на эту тему. Наш четвертый гость – это Адела Юшич из Сараева. Она феминистка, активистка, деятель искусства. Она расскажет нам о женщинах-партизанках, о партизанском движении во время Второй мировой войны в Восточной Европе и на Балканах. Мне думается, что это будет очень интересный фокус. И как раз-таки с этого мы и начнем. Очень надеюсь, что Адела Юшич. Адела, привет. Добро пожаловать. Да, слышу вас. Добро пожаловать. Тема нашей дискуссии «Женщины во Второй мировой войне» – это скорее та тема, которая с исторической точки зрения маргинализируется. Поэтому мне очень отрадно, что сегодня с вами и с нашими гостями, участниками, мы сможем рассмотреть эту перспективу. Речь пойдет не о том, что произошло, какие исторические факты и события имели место быть. А мы поговорим о том, что табуизируется, что не упоминается. И с этой целью мы пригласили четырех очень интересных гостей, что нам очень отрадно. Мы сейчас посмотрим небольшой видеофильм от Аделы Юшич. Спасибо. Сейчас я поделюсь с вами моим экраном. Пока что несколько секунд потребуется, чтобы технически обыграть этот вопрос. Но до этого все хорошо получалось. Неизвестная партизанка. Субтитры создавал DimaTorzok Она вошла в народное освободительное движение, потому что это было движение против фашизма. Она вошла в народное освободительное движение, потому что она жаждала свободы для своего народа. Она вошла в народное освободительное движение, потому что она жаждала свободы для себя. Она вошла в народное освободительное движение, потому что ей пообещали, что движение принесет плоды и женщинам Югославии, и никто никогда не сможет вырвать эти с таким трудом заработанные достижения из их рук. Она вошла в народное освободительное движение, потому что ей сказали, что это движение за равенство женщин. Она ушла на войну, потому что была патриоткой. Она ушла на войну вслед за своим отцом и братьями. Она ушла на войну, чтобы сбежать от отца и братьев. Она ушла на войну, потому что для нее это означало свободу. Субтитры создавал DimaTorzok Она верила, что когда война закончится, женщины будут на равных принимать решения в социальной сфере. Она верила, что когда война закончится, женщины будут на равных представлены в правительстве. Она верила, что когда война закончится, женщины будут вознаграждены по своим заслугам. Она верила, что в своей борьбе она получит свободу и для других женщин. Она верила, что она товарищ для своих товарищей мужчин. Она верила, что братство и единство было не просто единством для братьев, но для братьев и сестер. Она не знала, что борьба с фашизмом не закончится после победы над фашизмом. Среди мужчин не было и равных по силе и выносливости. Она выполняла все поручения с энтузиазмом и настойчивостью. Ее считали самой большой революционеркой в группе. Из своей единожды надетой красной шелковой юбки она сшила флаг. А на нем желтой нитью вышел и серб, молот и звезду. Когда однажды ей поручили стать армейским кашеваром, она оскорбилась. Она была смертельно ранена, когда спасала раненого товарища. На носилках по пути в госпиталь она пела боевые песни. Она была смертельно раненого товарища. Она была смертельно раненого товарища. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Ее не признали героиней при жизни Ее не признали героиней после смерти Площадь, когда-то названная в ее честь, теперь носит другое имя Школа, когда-то названная в ее честь, теперь носит другое имя Ее бюст был снят с пьедестала На ее могиле нет имени На ее могиле надпись «Неизвестная партизанка» Итак, меня слышно? Я перестала показывать вам презентацию, мой экран, я вас не слышу Спасибо Большое спасибо Да, мы увидели надгробную напись «Неизвестная партизанка» Два-три предложения насчет того, где находится этот надгробный камень и почему вы сняли этот видеоролик Действительно, несколько предложений Действительно, несколько предложений После Второй мировой войны партизаны Югелславии не были известны Поэтому не было в принципе никаких памятных камней для партизанов и партизанок И мы создали этот камень и поместили его в историческом парке рядом с ратушей и так далее И мы поместили его действительно рядом с тем помещением, где когда-то находилась тюрьма, в которой размещались партизаны и партизанки И после этого местные власти обратили внимание и несмотря на то, что размещение этого надгробного камня было нелегальным актом, эта акция, текст был написан мной И надо сказать, что вы слышали знаменитую антифашистскую песню 1967 года на заднем плане И это часть истории Югославии, это показывает, как мы работаем с этой темой со стороны бывшей Югославии Спасибо, спасибо, это первая информация Я тогда передаю слово Ирине, которая представит нашего следующего гостя Сейчас я хотела бы пригласить Марту Хавришко, пожалуйста Она представит нам свой доклад И мне хотелось бы до того, как начнет Марта свое выступление, сказать пару слов в отношении контекста То, о чем мы сегодня хотели бы поговорить, это своего рода комбинация, либо противопоставление С одной стороны табуизации и героического мифа, а также их безмолвие, которое проистекает как раз-таки из-за этого напряжения, о котором мы говорили на предыдущей дискуссии Пожалуйста, Марта, сейчас ваша очередь, вы можете поведать нам Спасибо большое, Ирина, за ваше представление Видите ли мы мой экран и мою презентацию, да? Хорошо, спасибо большое Я начну мою презентацию Как Роль Хирбург, историк, писал Путь к истреблению был маркирован Атаки на женщин, как женщин и мужчин, как на мужчин То есть насилие на сексуальной и гендерной почве Была распространенная была депортация, убийства, которые касались обоих полов Но только женщины должны были контролельно еще и справляться с их менструацией Рождением детьми и другими аспектами В Украине были оккупированные территории, в которых женщин направляли атаки И насилие на сексуальной почве В особенности это касалось еврейских женщин На них нападали И насилие они подвергались в разных местах В селах и местах их жительства Именно во время Второй мировой войны И во время оккупации Женщины были особенными жертвами насилия на сексуальной почве Я хочу сосредоточиться на гетто и лагерей И хочу посмотреть на то, как женщины Как особенная группа жертв Подвергалась насилию не только со стороны немцев И немецких оккупантов Но и украинских местных полицейских и других мужчин В том числе была генитальная инспекция в лагерях И разные другие формы насилия и харассмента Это угрожало женской безопасности И при этом это не связывалось с насилием Которое было отведено именно как насилие против женщин Во время этих обысков и инспекции Женщин трогали Трогали их груди Трогали их гениталии Также женщин наказывали за плохую работу И других женщин таким образом угрожали В том числе одна из женщин из лагеря Рассказывает, что женщин заставили отдать все ее имущество Одна из женщин отказалась За это ей выстрелили в ее половые органы И после этого мужчина ее возил по всему лагерю Чтобы показать это другим заключенным Также женщин принудительно стерилизировали Заставляли проводить аборт И так далее Часто это насилие также сопровождалось Изъятием еврейского имущества В таком случае изнасилование Насилие против женщин было использовано Чтобы заставлять евреев отдавать их имущество Если с ними встречалась какая-то форма сопротивления И это было направлено против всех семей Полных семей Здесь вы видите один из документов Это одно из выживших из области Тернополь Из Шумска Здесь свидетель описывает Как один из полицаев Так сказать, поощряет еще эти насильственные действия Также коллаборационисты и немцы Вытаскивали женщин из их рабочего места Изнасиловали их и убивали часто Многие доказательства этому есть В том числе в лагере уничтожения Богдановки Также массовое изнасилование Было одним из преступлений Которое было достаточно распространенное Тут группы мужчин врывались в дома евреев И массово изнасиловали женщин Здесь мы видим, допустим, Клару Гармаль Которая вспоминает о разных случаях Когда грейских детей Изнасиловали немцы и коллаборационисты Некоторых женщин даже специфически выбирали Для насилия изнасилования В том числе из гетто Тех, кто возвращались из войны Или кого депортировали Допустим, Вера Щетенкова Одна из выживших Вспоминает, что ночью полицейские Выносили женщин Вырывали женщин из их домов И после этого время от времени Если они не убивали этих женщин После изнасилования Мы возвращали их домой Не все умирали Некоторые умирали Впоследствии ранений и травм Которые были им нанесены Во время насилия и изнасилования Некоторых сразу убивали А некоторые беременели И даже рожали детей Также была принудительная проституция Допустим, в гетто Каменец-Подельский Где женщин тоже после этого Частично убивали Или они сами Кончали самоубийством Вы видите здесь воспоминания Одной из выживших Одной из свидетелей Клара Она рассказывает И описывает достаточно подробно Как один из полицейских И она даже подчеркнула Голодных женщин Принуждает к проституции И она перечисливает Несколько молодых имен Несколько молодых еврейских девушек Которые были заставлены И принуждены к проституции Чтобы выжить Потому что они голодны были И их заставляли Давать эти сексуальные услуги Предоставлять эти сексуальные услуги Этих еврейских женщин Рассматривали как Сексуальный ресурс Некие Такие женщины Могли уйти От Смерти И они Занимались сексом На выживание В том числе С мужчинами В позициях власти Здесь мы видим Одну из таких свидетельниц Галина Клотсман До войны И после войны Когда она рассказывает Эту свою жизненную историю И она рассказывает В рейке Из Антоневки Из Киевской области Где женщина Занималась проституцией Чтобы выжить И она сбежала из гетто Таким образом Она использовала Собственное тело для этого И последний аспект Очень важный для нас Не только Нужно исследовать Страдания женщин И смотреть на их память На формы их памяти Как их травматизировало Это насилие На сексуальной почве И также нужно смотреть На эффекты Этого насилия На сексуальной почве На их семью На членов их семьи И детей Но также нужно Посмотреть на мотивы И мотивации Этого насилия Иногда эти мотивы И мотивации Достаточно сложные Не просто Обозначить Всегда специфическую Одну причину Которую можно отвести Тому или иному Преступлению Есть разная теория Есть допустим Антибольшевизм Есть Расовая теория Идеология Есть разная причина Еще фактор войны Мужчины Находились очень далеко От их дома Поэтому Они Утрированно Воспринимали Все Все насилие И всю жуть Войны Все И Все Все насилие В котором они Принимали Участие Они Привыкали К насилию И сами Им пользовались Но Так же Есть еще Определенные Формы Насиленных Сексуальной Почвы Как допустим Массовое Изнасилование Которое Использовалось Чтобы создавать Исплачивать Группы И создавать Сообщество И Общество Среди Мужчин Так же Социально-культурные Факторы Играют роль И другие Факторы Допустим Сексизм Женоненавистничество И так далее Я хотела бы Еще раз Акцентуировать Ваше внимание На том Что мы должны Смотреть На совокупность Насиленно-сексуальную Почву Чтобы понимать Что это Не некий Побочный Продукт Войны А это Является Инструментом И важной Составляющей Войны И геноцида Спасибо большое Марта Спасибо Очень интересный Доклад Можно я Задам вопрос Вопрос Что касается Источников Это Документы Которые Стали Для вас Сейчас Доступными В этой Новой Ситуации В которой Оказалась Украина Архивы Для вас Стали открытыми Для вас Открыли Архивы Вы Меня Слышите Да Хорошо Спасибо Большое У нас Есть Перечень Разных Источников Касательно Насиленно-сексуальной Почвы В Украине И для меня Как историка Одна из Самых Сильных Источников И один Из самых Сильных Документов Это Свидетельство Женщин Которые Стали Жертвами Изнасилования Тогда И они Очень Впечатляюще Описывают Свой Опыт Многие Женщины Носили С собой Этот Опыт Десятилетиями Не говорили О нем Или Начали Только Потом Раскрываться И Благодаря Разным Проектам На эту Тему Мы Смогли Заслушать Их Опыты Также Интересны Свидетельства Еврейских Мужчин Евреев Которые Могли Описать Разные Условия Насили На сексуальной Почве Где Никто Не пережил То есть Они Описывали Разные Происшествия Где Нету Больше Людей Которые Пережили Также Нужно Сказать Что дела КГБ Являются Очень хорошим Источником Потому что И там Очень много Зафиксированной Информации Особенно Что касается Изнасилователей Из Населения Из Местного Населения То есть Есть Много Разных Источников И мы Рассматриваем Все Которые Могут Как-то Отразить И рассказать Нам что-то О их Опыте Я не Я не Случайно Задала Этот Вопрос Потому что Мы Провели Интервью С сотнями Женщин И только Две Из Них Признались В том Что Были Жертвами Сексуального Насилия Но они Не напрямую Это Говорили Я имею Ввиду Здесь Женщин Из Советской Сферы Из Украины Из Белоруссии Из России Всегда Это Были Истории Которые Касались Других Но Не Самих Женщин Которые Рассказывали Об Этому И Очень Редко Женщины Рассказывали Такие Истории О Себе Поэтому Мой Вопрос И Завершили Раунд Презентации Марта Сейчас Говорила О Теме Сексуального Насилия Об Этому Речь Пойдет И в Рамках Следующей Презентации Речь Пойдет О том Остались Ли Воспоминания Об Этому Насилии Роберт Сомар Представит Нам Тему Которая Долгое Время Манкировалась Историками И Роберт Сомар Представит Нам Также Презентацию В формате Палпоинт Речь Пойдет О Борделях В концлагерях Пожалуйста Роберт Вам Слово Спасибо Тема По которой Я буду Говорить Она Непростая Для этих Целей Я подготовил Небольшую Презентацию Только Мне сейчас Нужно Понять Как это С технической Точке Зрения Будет Работать Видите Ли Мою Презентацию Скорее Всего Нет Нет Мы Не Видим Мне Наверное Нужно Разблокировать Свой Экран Видим Презентацию Видите Видите Ли Мою Презентацию Нет Вы Должны Нажать На кнопку Разблокировать Сейчас Сейчас Получилось Прекрасно Видно 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 ли Презентацию Меня Кто-нибудь Слышит Меня Кто-нибудь Слышит Да Мы Тебя Слышим Но Мы Видим Тебя В Нескольких Ипостасях Мы Не Видим Твою Презентацию Нет Вообще То Я Не Хотел Себя Показывать В Различных Ипостасях Еще Раз Попробую Запустить Презентацию Сейчас Получилось Презентацию Презентация Моя На Английском Языке Чтобы Многие Могли Понять Содержание Моего Доклада Мы Помним О Конц Лагерях И Первое Приходит На ум Горы Трупов Освенцем Вот Это Непонятный Масштаб Убийств Но Все Это Имеет Еще И Другую Сторону Конц Лагеря Начиная С Середины 30-х Годов И С начала 40-х Годов Являясь Важными Площадками Производственными Площадками Для Нацистов В Этих Лагерях Узников Не только Пытали И мучили Но и Заставляли Работать И очень Эффективно Конц Лагеря Были Важным Источником Доходов Однако Рабочая Эффективность В Конц Лагерях Была Очень Низкая Потому что Узники Голодали Они Работали В Ужасных Условиях И Фабрики В Конц Лагерях Потребляли Очень Большое Количество Электроэнергии И поэтому У нацистов Возникла Такая идея Что нужно С 1942 Года Создавать Определенную Систему Стимулирования Для Узников Например Чтобы они За свою Хорошую Работу Получали Больше Еды И К Таким Стимулированию Относилась И Идея Посещения Борделя И Казалось Это На первый Взгляд Абсурдом Потому что Узники Могли Думать О чем Угодно Но Не О удовлетворении Своих Сексуальных Потребностей Они В первую Очередь Думали О еде Но Несмотря На это В крупных Конц Лагерях Были Организованы Такие Бордели Для Мужских Узников Сексовцам Запрещали Посещать Такие Бордели Вот здесь На этом Слайде Вы видите Барак В котором Размещался Бордель В Бухенвальде Работали В этом Борделе Женщины Узницы Из концлагеря Равенсбрюк Им Обещали Какие-то Золотые Горы Их Перевозили Затем В этот Бордель Большинство Женщин Были Немками Среди Немки Среди Среди Немки Среди Советские Женщины И Поскольку В этих Борделях Работали Немецкие Женщины То Посещали Эти Бордели Немецкие Мужчины Еврейские Узники Такой Возможности Не имели Они Размещались В Гетто Либо Их Сразу Убирали Убивали Извините Остальные Узники Были Польского Происхождения Чешского Либо Из Советского Союза Мужские Узники Как я уже Говорил Это не были Ни советские Военнопленные Ни еврейские Узники А В первую Очередь Немецкие Узники И поэтому Немецкие Женщины Которые Работали В этих Борделях В начале Небольшое Количество Мужчин Приходило В эти Бордели После войны Эта тема Все равно Очень сильно Была Табуизирована И после войны Было Какое-то Такое Окно В рамках Которого Эта тема Обсуждалась Но потом Очень быстро Наступило Молчание Почему Наступило Это молчание Потому что Многие женщины Подметили Что они Не могут Говорить О сексуальном Насилии Потому что Они Воспринимались Тогда Как Коллаборанты Особенно Когда Касалось Женщин Из Польши Из бывшего Советского Союза Когда Они Об этом Рассказывали В Борделях Как правило Женщины Узницы Они Не были Политическими Узницами Это были Женщины Которые Принадлежали Ко социальным Элементам И после войны Они Не получили Никакой Компенсации Это Так работало Это И в ФРГ И в бывшей ГДР И такое Решение Приняли Союзники То есть Компенсацию Получили Только Те Узники Только Те Узники Были Реабилитированы Которые Являлись Политическими Узниками Которых Преследовали По каким-то Расовым Или Религиозным Соображениям А вот Эти Асоциальные Узники Они не получили Компенсацию Такой Контингент Узников Как раз Таки Находился В этих Борделях В концлагерях Их не воспринимали Как жертвы И такая Политика Продолжалась Вплоть До Нынешнего Года Начиная С 90-х Готов Различные Организации Начали Бороться За То Чтобы Вот Эти Асоциальные Женщины Узники Были Реабилитированы Но Больших Успехов На этом Поприще Не было Достигнуто Дело С мертвой точки Сдвинулось Только в этом году Германский Бундестаг Принял Соответствующий Закон Который Позволял Компенсировать Страдания Так называемых Забытых Жертв И этот Закон Позволял Называть Эту Категорию Жертвами Это вот Жертви Лагерных Борделей Большинство Большинство Из них Уже Ушло Из жизни Количество Женщин Которая Работала В борделях Составляло Приблизительно Две сотни Было Десять Таких Борделей И Многие Женщины Работали Все Время В этих Борделях Пока существовал Концлагерь Поэтому И отсюда Такая сумма Две сотни Может быть Максимально Двести Двадцать Женщин Кстати Сохранившиеся Документы ССовцев Позволяют Очень Точно Узнать Имена И фамилии Этих Женщин Очень Хорошо Все Это Задокументировано В принципе Такое Невозможно Сказать О других Группах Жертв Я хотел бы Еще Продемонстрировать Несколько Фотографий Вот Эта Фотография Это Комната Где Женщины Вынуждены Были Ночевать Вы видите Здесь Букеты С цветами Вы видите Даже На обоях Картину Овчарки То есть Это все Должно Было Иметь Такой Домашний Характер В этой Комнате Женщины После Своей Трудовой Ночи Должны Были Оставаться Еще Одна Фотография Здесь Вы видите Так называемый Бонус Этот Бонус Служил Пропуском Для Узников Стоимость Такого Бонуса Составляла Одну Рейхмарку Вначале Две Рейхмарки Это Вход В бордель Затем Вы видите Здесь Такой Чек Где Узники Должны Были Сначала Подать Ходатайство Чтобы Получить Разрешение На посещение Борделя Сохранились Фотоснимки Женщин Которые Работали В борделях Я всегда Сомневаюсь Показывать Эти Снимки Или нет Но С другой Стороны Очень важно Понять О чем Мы говорим Мы говорим О женщинах Мы говорим О людях И здесь Вы видите Три фотоснимка Трех Разных Женщин Первый Снимок Это Русская Женщина Затем Немецкая Женщина И Польская Женщина Эти Женщины Не знали Что Им Предстоит Пережить Эти Снимки Были Сделаны До Начала Их Деятельности Они Женщины Даже не догадывались о том Что их Выберут Для работы В борделях В концлагерях И последний Снимок Потому что я выбился За свой График Многие Годы Эта тема Была Абсолютным Табу В науке Абсолютным Табу В мемориалах По тем причинам Которые я и ранее Озвучил С момента Воссоединения Германии Некоторые Мемориалы Переработали Свои Выставки И есть Выставки Которые Посвящены Этой теме И на этом Снимке Вы видите Такую Выставку Концлагерь Равенс Брюк Это Выставка Переходная Выставка На английском Языке В рамках Этой Выставки Показываются Показываются Снимки Женщин Эта тематика Постоянно Всплывает В обсуждениях Тематизируется В фильмах Большое спасибо За интересный Доклад Что касается Алгоритма Наших Действий Гости могут Задавать Свои Вопросы И у меня Уже есть Один вопрос Участника Нашей слушательницы Она Нас задает Вопрос Роберту Что означает Выражение Заключенные Со социальной Психологической Установкой Можете ли вы Это пояснить Так называемые Социальные Заключенные Это Люди Которые Являются Нетипичными Гражданами Их Арестовали Потому что Либо отец Пьяница Либо у них Было Слишком Много Детей Либо Они Уже Работали Проститутами Проституция В Национал-социалистической Германии Не запрещалась Но Этим Бизнесом Нельзя Было Заниматься На улицах Они Должны Были Регистрироваться И Должны Были Работать В борделях Если Это Кто-то Не Делал То Эту Женщину Арестовали И При Третьем Аресте Их Разместили В Концлядре Вот Это Группа Так Называем Категория Социальные Женщины Многих Уже Принудительно Стерилизовали И Не Надо Было Задумываться О Возможных Детях Значит Мой Коллега Вальтер Кауфман Еще раз Тоже Спрашивают За что Их Осудили Почему Они Сидели Но Часто Мы Не Знаем Мы Знаем Что Их Арестовали Под Лозунгом Ассоциальной Женщины Я Знаем Одна Женщина Ушла С Работы Ушла От Контроля Нахождения На Работе Мы Знаем О Женщинах Которые Отказались Регистрироваться Как Предстудки Которые Просто Старались Жить Своей Жизнью В Рехе Тоже Была Необходимость Работать И Единственная Возможность Выжить Для многих Женщин Было В том числе Заниматься Проституцией Чтобы Зарабатывать Деньги Спасибо Мы Это потом Еще Углом Этот вопрос Сейчас Хотел Бы Предать Слово Лети Которые Представят Наших Других Панелистов Спасибо Мы Сейчас Немножко Изменим Тематику Нашего Разговора Потому что Сейчас Мы Будем Говорить Больше О Насилии Со стороны Врагов Так Назваемых Врагов Мы Будем Говорить О Холокосте Айда Папикян Будет Выступать На Тему Бесправия Или Насилия По Отношению Собственных Женщин В собственном Государстве Женщины Которые Стали Политическими Жертвами Во Время Войны В Армении Айда Вы меня Слышите Прошу Прощения Мы Мы пока К сожалению Ничего Не Видим Я А Итак Большое Спасибо За Такое Введение Представление Моей Персоны Моя Презентация Будет Посвящена Теме Женщин Подвергшимся Репрессиям Во Второй Мировой Войне Исследование Основано На двух Основных Источниках Электронной Базе Данных Жертв Советских Репрессий В Армении И На делах Репрессированных Лиц Для того Чтобы показать Особенности Репрессий В отношении Женщин Во время Второй Мировой Войны И создала График Который Отражает Динамику Арестов Рассортированных По Полу По Дням Ареста И Тем Дням Когда Были Приняты Решения Об Аресте Как Показывает График Мы Видим Что Похоже Как Это Проходило В других Советских Республиках В Советской Армении Больше Подвергалась Репрессиям Мужчин В Течении Сталинского Правления Динамика Репрессий Для Обоих Полов Частично Отражает Ту же Самую Картину Мы Здесь Видим Три Пика В отношении Мужчин И два В отношении Женщин Однако Очевидно Если Посмотреть На Этот График Что В эпоху Большого Террора Пришелся Пик Репрессий В отношении Мужчин А в отношении Женщин Пик Пришелся На Вторую Мировую Войну 794 Женщины Подверглись Репрессиям В период С 1941 По 1945 Год Советской Армении Это 66% От Общего Числа Женщин Подвергшихся Репрессиям За Советский Период Всего Их Было Примерно 1200 Это Частично Можно Объяснить Призывом Мужчин В Красную Армию И Любовь Денисова В своей Книге Женщины Русских Селений Упоминает Что Пропорция Женщин В ГУЛАГе Выросла С 7% В 1941 До 26% К 1944 В Мелани Ильич Которая Ссылается На Книгу Дети ГУЛАГа Фриерсона И Веленского Подчеркивает Прямых Жертв Террора Которые Подверглись Репрессии Непрямых Жертв Которые Как правило Являются Членами Семей Репрессированных Сами Они Не подвергались Репрессиям Но Они Пострадали От Последствий Путем Социальной Дискриминации Или Отъема Каких-то Общественных Функций Однако Если Говорить О Репрессированных Женщин Такая Классификация Не всегда Может Применяться Даже Когда Они Подвергались Репрессиям Большая Часть Из них Воспринимается И Следует Воспринимать Как Непрямые Жертвы Не Смотря На Обвинения С которыми Они Сталкивались Так что Вы видите Какие Здесь Имелись Обвинения В период Войны Это Были Женщины Которые Обвинялись В том Что Они Занимались Антисоветской Или Фашистской Агитацией Подделывали Документы Распространяли Слухи За Шпионаж За то Что Они Являлись Членами Семей Предателей Родины Женами Дезертиров И Женами Или Сестрами Бандитов И Последние Три Группы Эти Женщины Не Совершали Преступления По отношению К советскому Государству Они Всего Лишь Были Членами Семьи Тех Кто Совершал Такие Преступления И Все равно Их Рассматривали Как Тех Кому Нужно Применять Репрессии Я Рассмотрю Каждый Из Этих Типов Во-первых Члены Семейств Предателей Изменников Родины Это Самая Большая Группа За Период Второй Мировой Войны Она Составляла 598 Женщин Только 308 Из Них Покинули Страну И 290 Были Освобождены Непосредственно Или До Истечения Срока Женщины Высылались Вместе Со Своими Детьми На Период До 5 лет На Север И Юг Казахстана В Новосибирск Или Другие Северные Регионы 93 Женщины Это Вторая По Величине Группа Обвинялись В Агитации И Распространении Слухов Однако В Довоенные Годы Только 21 Женщина Из 126 Обвинялись В Подобных Преступлениях Эта Статистика Показывает Что Военная Ситуация Внесла Свой Вклад В То Что Больше Женщин Было Арестовано По Этой Причине Если Посмотреть На Обвинения Можно Понять Что Эта Группа Женщин Попала В Заключение На Основании Так Свершенных Ими Преступлений Но Если Посмотреть На Конкретные Дела То Видно Что Настоящей Причиной Могли Послужить Другие Вопросы Одна Из Женщин Обвинялась В Распространении Слухов И Панике Паникерстве Если Посмотреть На Ее Дело То Выясняется Что На Нее Был Донос В связи С этим Доносом Был Провезен Обыск И Выясняется Что Отец Этой Женщины Работал В Пекарне Которая Обеспечивала Поставку Продуктов В Тылу И Еще Наверное Перейду К выводам Сразу Двумя Предложениями Тема Войны Война Кажется Искусственным образом Привязывается К обвинениями Ситуация Войны Зачастую Используется Как Возможность Использование Как повод А не Как причину Репрессии И В тех Случаях Которые Мы Рассмотрели Женщины Действительно Рассматривались Как Конкретная Цель Репрессии Независимо От Обвинения Практически Во всех Случаях Женщины Арестовывались В Каким-то Образовом В связи Со своими Мужьями Отцами Или Братьями И Это Поэтому В том числе Мы можем Заявлять о том Что они По большей части Были непрямыми Жертвами Большое спасибо Спасибо Айда Может быть Я сделаю Такое Маленькое Объявление Всем Нашим Служителям Вы можете Задавать Вопросы У вас Внизу Есть Q&A Questions and Answers То есть Вопросы И ответы Там вы можете Напечатать Ваш вопрос Какие Суда уже Приходят И у нас Будет еще Полчаса Времени Работы Ирина Может быть Еще вопрос Сейчас Конкретный Как Иде Нет Хорошо Прежде чем Мы Откроем Возможно Задавать вопросы Для наших Слушателей Я еще раз Всех Панелистов Хотела бы Здесь Ко всем Обратиться У нас Уже состоялась Первая Панель Где мы Говорили О различных Ролях Жертвы О которой Мы История В том числе Была роль Женщины Как партизанки Адела Об этом Говорила То есть Скорее Роль героини И Был Интересный Вопрос Насколько Помимо Этого Были Еще Другие Альтернативные Нарративы Если Например Игрессовался Или Занимался Борьбой За мир Значит На ряду Жертв Или героинок Есть ли Еще Какой-то Альтернативный Нарратив И Если И смогли Что-то Сказать Я бы Попросила Коротко От вас Прокомментировать Это Потому что Вопрос В моих Газах Очень Интересный Было ли Что-то Марта Аида Или Роберт Адела Выше Югославии Была ли Какая-то Дополнительная Роль От коллеги Из Белграда Слушали Хотя Роберт Пожалуйста Это Нарратива В Германии И Восточной Западной Германии Он Был Доминирован Политическими Заключенными Которых Угнетали По Политическим Причинам А Всех Остальных Заключенных Сильно Не слышали У них Не было Голоса И это Был Консенсус И на Востоке И на Западе Германии Это Сейчас Постепенно Меняется Что касается Группы Гомосексуалов Только Сейчас Это Выводится На первый План И обсуждается Это Группа Жертв В 70-х Допустим Прошлого Века Гомосексуальность Была До сих Пор В Уголовном Кодексе В Западной Германии И Была Табуизированная Тема То есть Тут Что Нарративы Меняются Мы Допустим В Германии Тоже Ищем Разные Другие Нарративы 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 Так называемых Антисоциалов Допустим Только Возникли В 90-х Годах Когда Историки Начали Искать Их Голоса Допустим В Мемориале Равенсбрюка Мы Сейчас Этим Занимаемся Мы Пытаемся Как-то Озвучить Этот голос Создать Людям Этот голос Может быть С моей стороны Два Продолжения Короткий Комментарий Вот Все Это Отрицание Войны Либо Пацифизм Скорее Имело Место Или Возникло После Войны Очень Даже Массивно И В советском Контакте Или Контексте Об этом Не слишком Говорили Говорили Об Буржуазном Контексте Либо О явлении Нет Войне И Коммунистическая Партия Могла Воспользоваться Этим Мозом Потому что Эта война Даже Хотя Мы Победили В ней Была Проклятая Война Была Сплошная Трагедия И Никто Не хотел Повторения Даже Была Такая Поговорка В советском Пусловоенном Употреблении Все Что Угодно Только Не Война И Это Как Раз Такой Умственный Настрой И Женщины Мужчины Конечно Тоже Особенно Женщины Здесь Были Главными Носителями Этого Менталитета Этой Эдии Спасибо Ирина Еще Раз Нашим Слушателям Хочу сказать Что Мы Получили Уже Целый ряд Вопросов Вы можете Также Нажимать На символ Руки И Здесь Задать Свой вопрос У нас Здесь Участника Елена Пожалуйста Вы можете Задать Добрый день Я всех приветствую Очень рада Что у нас Получился Эта встреча И у меня Вопрос Каиди Очень интересно Мы начали Эту секцию С разговора И нас Вели Через искусство Через вот Такой Вот подход А есть ли Какие-то Примеры В Армении Мы не так Много Знаем Здесь В России Об Армении Есть ли Какие-то Примеры Осмысления Этой темы В искусстве В искусстве В медиа В Армении Спасибо За вопрос Я буду отвечать На русском языке Очень сложно Сказать про искусство И про медию С помощью медии Только говорят О депортациях армян И то Не слишком Много Тема Очень Отодвинута Назад Тема Репрессии В Армении И По поводу Искусства Я бы хотела Сказать Что Есть одна Женщина Которая Была Женой Одного Из армянских Писателей Их Обеих Репрессировали Во время Большого Террора И только Сохранилась Сохранились Ее Мемуары По поводу Репрессий Как часть Ее Личной Жизни И это Очень Интересный Факт Для изучения Этой Темы Спасибо 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 За вопрос У меня Сейчас Гагик Спасибо Большое Мой Вопрос К Уважаемому Господину Сомеру Вопрос Вот Такого Характера Он Касается Особой Касты Женщин Войны Я имею Ввиду Надзирательниц Концлагерей Все мы Слышали Да Эти имена Вот Ирма Грезе Фильдегард Нойман Знаете Исходя Из того Что Их Жестокость Порой Выходила За рамки Всяких Моральных Представлений Да Как бы Не парадоксально Но Я их Тоже Считаю Особого Рода Жертвами Войны Жертвами Войны И Мне Интересно Вот Так как Ваш доклад Был В плане Повседневности Да Фрагмент Повседневности Концлагерей Вот Мне Интересно Есть ли Какие-то Еще Исследования О судьбах Этих Женщин И Хотелось Бы Узнать Вот Помимо Нацистской Идеологии Еще Были Какие-то Условия Я не знаю Социально Психологического Характера Которые Вот Создали Этих Монстров Да Из этих Женщин Создали Этих Монстров Спасибо 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 за вопрос Я тогда отвечу Проще на английском Ответить Английский У нас Есть Эти фигуры Таки Да Хильма Грэзе Хильды Кох Те Женщины Которых Рассматривали Как эти Зверские Женщины Как эти Чудовища И Они Так Известны Из-за Свидетельств Которые Были Даны Во время Их Процессов Из-за Их Высказывания И Из-за Свидетельств Также Заключенных Которые Рассказывали О Их Силе Об Их Зверстве Но Также Есть Конечно И Другая Страна Что Которые Работали В Концлагерях Я Я Всегда Принуждены Принуждены У нас У нас На Выставки К сожалению Не Могу Действительно Все В подробности Вам Пояснить Тут И Объяснить Но Действительно Есть Разное Были Разные Надиратели Действительно Действительно Была Похожая Ситуация Опять Таки Эти Документы Которые Были Документы Написанные С точки Зрения Преступников Были Представлены Как Объективная История То есть Мне Возникает Все-таки Вопрос Когда Будет Рассказываться Об Альтернативных Перспективах Все-таки Точках Зрения Может Быть Вы Коротко Ответите У нас Еще Три Желающих Задать Свой Вопрос Не слышно Марта Спасибо большое Андрея За этот вопрос И мне кажется Да Большинство Историй О Сексуализированного Насилия Насилия На сексуальной Почве Действительно Устные Истории Оповещения Об этом Повествования Но Также Я Сейчас Допустим Начала Заниматься Другими Темами И работала Много С Советскими Свидетельствами И там Очень много Евреев Допустим Рассказывает О Насилии На сексуальной Почве Очень Многие Допустим Пострадали От этого Насилия В особенности В начале Второй Мировой Войны В особенности Те Кто Воспринимались Потом Как Герои Украинской Идеи Украинского Национализма То есть Многие Украинские Националисты Были Причастны При этом Насилии И эта Сексуальная Манифестация Насилия Была Допустим Также Со стороны Соседей Нееврейских Соседей То есть Есть Разные Источники Я думаю Вот эти Определенные Специфические Истоки Источники Я сейчас Говорю О свидетельствах Могут Нам Действительно Как-то Открыть глаза На некоторые Аспекты И Расширить Горизонт Допустим Сейчас Воспринимается Часто Что Многие Из местного Населения Помогали Евреям Прятав Их И так далее Мы должны Сейчас Переосмыслить Этот взгляд Это толкование Так сказать Смотря На Контекст Насиленных Сексуальной Почвы Который Тоже имел Место То есть Я это Все рассматриваю Как Исследователь Как Историк Я проводилась Проводила В том числе Много Десятков Интервью Я Проводила Интервью С Ивериями Из Западной Украины И многие Из этих Людей Жертв Людей Которые Пережили Вторую Мировую Войну Говорят О насилии Говорят О насилии На сексуальной Почве Со стороны И так далее И все эти Истории Еще не Зафиксированы Были То есть У нас Еще много Вопросов На которые Я хотела бы Еще пополнить Очень хорошо Что у вас Есть эти Документы Но Когда мы Смотрим На Источники Когда Ивреи Рассказывают О Иврейках Следователям КГБ Я бы Не Сказала Что это Такие Объективные Общие Источники Которые Можно так Рассматривать То есть Нужно Тут Все-таки Делить На два Да Спасибо большое Это действительно Правда Это Очень Ценное Пополнение И оговорка Мы должны Скажем так Критически Рассматривать Эти Источники Спасибо Марта Это был Очень важный Комментарий В том числе С перспективы Преступников Или исполнителей Прежде чем Еще раз Прогласить Слушателей Адела Хотела что-то Сказать Адела У нас Еще 10 минут Адела Ты хотела Тоже ответить Пожалуйста Коротко Включите Свой микрофон Это всего Лишь Один Момент Я хотела Сказать Что Все-таки Был знак Вопроса В отношении Героев И героини То что Я хотела Рассказать Вам Это то Что Когда речь Идет О женщинах Героинях Боснии И герцеговине То большая Проблема Заключается В том Что Есть Действительно Такое Восприятие Как Какие-то Суперсилы И страдания Женщин Описывается Так Что Женщина Ранена Но она Поет И Пока ее Несут на носилках Копает Свою собственную Могилу Перед тем Как ее Расстреляют И так далее И Надо сказать Что Объявление Женщин Героинями После их Смерти Оно Несколько Проблематично Потому что Мы знаем Что В Югославии Боролось Около 100 тысяч Женщин Проблематично Я очень Благодарна За возможность Участия В этом Вебинаре И это Конечно Большая честь Особенно Учитывая Ситуацию С Ковидом У меня короткий Вопрос И первый Вопрос Я подготовила Для Как раз Кадели Куда Прошу прощения Я тоже Историк И Вопрос Кадели Во-первых Спасибо Мне очень Понравилось Ваше Видео Доступно Ли оно В Широком Доступе Можно ли Им поделиться И Вопрос Второй У вас Была Какая-то Возможность Может быть Провести Какие-то Действия По Продвижению Например В городском Совете И так далее Потому что Воспоминание О Второй Мировой Войне Стало Очень Политически Заряженным Вопросом И Вопрос О том Кого Помнят И как Помнят Это Действительно Очень Политический Вопрос Это Вопрос Геополитический Наверное Не гендерный Это Вот Мое Такое Наблюдение По крайней Мере В отношении Того Что Проходило Последнего Девятого Мая Какие Мероприятия Праздничные Проходили И Я думаю Что Еще один Вопрос Вопрос Каиде Попекен Мне Очень Понравился Захватывающие Результаты Вашего Исследования Мне было бы Интересно Узнать Имеется Имеется Информация Которая Поможет Нам Понять Были Женщины Которые Были Осуждены И Отправлены В ГУЛАГ Это Было Действительно Все По доносу Соседей Или Это Были Централизованные Государственные Организованные Аресты Как Это В Случа Их Семей Еще Небольшой Вопрос В отношении Армении Так Сказать Были Какие Там Может быть Родственники Дашнака Два Коротких Вопроса Большое Спасибо Очень Кратко Это Видео Оно Описывает Весь Процесс Нелегальной Акции На Вордпрессе Это Наверное Первая И последняя Акция На Вордпрессе Я Конечно Была Очень Благодарна Тем Кто Может Посмотреть На Него И За Возможность Показать Это Видео Вопрос Второй Вопрос В том Что мы Решили Не Говорить Местному Городскому Совету Об этом Или Каким-то Другим Органам Об этом Событии Потому что Это была Нелегальная Акция Я Работала С Некоммерческой Организацией Которая Не хотелось Чтобы она Была Наказана За Такую Нелегальную Акцию Потому что С одной Стороны Они Вложили Свои Деньги В проект Другой Страны Им Пришлось Платить Может быть Какой-то Штраф Поэтому Я Решила Промолчать Так Сказать Про Эту Акцию Не Ступать В контакт С местными Органами Власти И Посмотреть Что Произойдет Потому что Монумент Он Теперь Существует Могильный Камень Существует И Пока Что Никто Не Пожаловался Прошло Уже Три Года Это Замечательно Потому что Действительно Натуральным Образом Естественным Образом Выглядит Как Могильный Или Памятный Камень В Траве И Мы Говорили О том Чтобы Продемонстрировать Документацию Этого Проекта Может быть На Ряде Каких-то Международных Выставок Я Надеюсь Что Ответил На Оба Вопроса Ко Мне Аделя Мне Думается Что Ссылку На Видеоролик Мы Сможем Потом Ею Поделиться Правильно И Последний Вопрос Который Адресуется Аиде И После Этого Нам Необходимо Закончить Аида Пожалуйста Вкратце Отреагируйте Хорошо Большое Спасибо За Вопрос Я Сказала Бы Что Несмотря На Что Сложно Действительно Провести Разделительную Линию Где Осуждены Были Женщины Потому Что Обвинения Были По Доносу Или Когда Это Было Инициировано Непосредственно Государством В случае Репрессированных Людей В конкретных Случаях Когда Речь Шла Особенно О Вопросах Распространения Слухов Это Происходило Как правило По Доносу Сотрудников Коллег Соседей И так Далее Так что В некоторых Случаях Действительно Мы Можем Конкретно Видеть Что Речь Шла О Доносе Прекрасно Спасибо Ирина Может быть Что-то С твоей стороны Да Прежде чем Мы Перейдем К Вальтеру Который Сидит В твоем Офисе В Берлине Хотелось Отметить Несколько Слов Итак Почему Мы Выбрали Такую Тему Где Мы Говорим О Женщинах Мужчины Ведь Тоже Были Жертвами Но Важно Подчеркнуть Что Была Война Был ГУЛАГ Который Мы Сегодня Упоминали Война Была Оборонительной Война Была Экзистенциальной И это Приводило К тому Что Эта Война Обесчеловечивала Людей Повседневным Насилием Грязью И так далее И женщины Уже По Физиологическим Причинам В силу Своей Природы Они А это Было И в Красной Армии И В рамках Холокоста Эти Женщины Они Больше Ощущали На себе Вот этот Весь Ужас Это Насилие И Ужасно Это Насилие Совершали И Свои Поэтому Я не случайно Задала Вопрос О Партизанах Вот Эта Война Которая Сама По Себе Была Жестокой Она Обесчеловечила Людей И женщин Рассматривали Как Какие-то Объекты Которыми Можно Пользоваться И Поэтому В памяти Устала Или Возникла Возникла Очень Страшная Дискрипация Вот Вы знаете Книгу Светлана Алексеевич У войны Неженское Лицо Она Подметила Что Женщины Как бы Находятся Зажатыми Между этим Героическим Мифом Который Они Должны Воплощать И Между тем Что Они На самом Деле Смогли Пережить Пережить Со стороны Своих Же Мужчин Которые С которыми Они Рука Об руку Сражались Женщины Пережили Насили Не только От врага Но и Насили От своих Собственных Это Вообще Даже Необъяснимо Насилие Насилие От врага Исходящее От врага Это еще Можно Как-то Было Понять Но Насилие Над Женщиной Которая Причем Вот это Голое Насилие Которое Исходило От мужчин Которые Должны Были Защищать Женщин Это Просто Невероятная Степень Обесчеловечивания Дегуманизации Это Все То Что Пережили Женщины И Мужчины Которые Вернулись С этим Опытом Насилия В нормальную Жизнь Представьте Себе То Поколение В Польше В России В Советском Союзе В Германии Поколение Мужчин Которые Психологически Не проработали Это Насилие Так вот Это Насилие Оно Затем Было Трансформировано На собственные Семьи Мужчин На их Детей И мне Думается Что мы Еще до сих Пор В рамках Нашего Общества Ощущаем Последствия Того Что Произошло Что Было Совершено Над Женщинами И Мне Остается Только Поблагодарить За Те Различные Точки Зрения Которые Сегодня Были Артикулированы Сейчас Мы Перейдем К Вальтеру В Берлин Вальтер Пожалуйста Большое Спасибо За Подиумную Дискуссию Большое Спасибо Марион И Ирине Добрый Вечер Из Берлина Меня зовут Вальтер Кауфман Я работаю В фонде Имени Генриха Берли В Берлине Признаюсь Что Меня Сегодняшняя Беседа Впечатлила Впечатлила То Что я услышал О Табуизации О том Сколько сил Уходит на то Чтобы преодолеть Эту табуизацию Иногда Это Требует Даже Несколько Поколений Очень интересным В рамках Дискуссии Мне Показалось Еще одно А именно Те истории Которые Проистекают Из этой Табуизации Активная Роль Женщин Пассивная Роль Женщины Солдаты Женщины Партизаны Либо Женщины Жертвы Бисексуального Насилия Надо отметить Что все Эти Аспекты Они В истории Играют Лишь Мне было Очень интересно Услышать Нарративы Которые Может быть Могут быть Рассказаны За рамками Либо Героического Мифа Либо Вот этой Жертвы Женщины Как жертвы Мне думается Что еще Многое Нам предстоит Узнать Услышать Рассказать И мне очень Понравилось Что Беседу Сегодня Мы провели Более Что вам Понравился Что бы вы Хотели Усовершенствовать Есть ли Желающие Озвучить Свои Мнения Если Да То Буду Только Рад Пожалуйста Первое Желающее Дать Обратную Связь Хотел 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 Отреагировать Великолепно Просто То Что вы Сделали Очень Хорошо Что вы Представили Оба Нарратива И Исполнители И Жертв И Мне бы Хотелось Чтобы Женщины Почувствовали В себе Мужество Рассказать О своем Опыте Почему Они Все Это Пережили У меня Есть Ответ На это За мирное Сосуществование И Мне Хотелось Чтобы Вот Эти Моменты В исследовании Выходили На Первый План Если Я Правильно Запомнил Вас Зовут Госпожа Фон Бум Правильно Майбум Следующие Желающие Это Елена Шимкова Из Германии Пожалуйста Тебе слово Елена Спасибо Я Тоже Хочу Подтвердить Что Этот Сложный Формат Получился И Я Очень Рада И Я Думаю Что Нам Обязательно Нужно Его Не Потерять Не Увлекаясь Не Увлекаясь Не Заменяя Наши Личные Встречи А Я Надеюсь Они Будут Но Вот Такой Редкой Возможность Когда В одной Аудитории Собираются Люди Из 35 Стран Конечно Обеспечить Это Обеспечить Личные Встречи Наверное Вряд ли Можно Это Первое О чем Я В целом В целом Мы Провели Больше Трех Часов На Этой Конференции На Платформе Зум Вы знаете Это Отнюдь Не Просто Постоянно Смотреть На Мониторы Но Я Честно Скажу Что Я Не Устал Мне Наше Мероприятие Доставило Большое Удовольствие Я Увидел Много Интересных Лиц Услышал Много Интересных Доклад Хочу Выразить Слова Большой Признательности За этот Большой Эксперимент В рамках Нашей Конференции Которую Мы ежегодно Проводим На которую Приезжают Гости Из 13 14 Стран И вдруг Эта конференция Переносится В интернет Это Совершенно Новая Конференция Технология Которая Позволяет Подключиться Очень Большому Количеству Участников Очень Надеюсь Что Мы Преуспели Сегодня В рамках Нашей Конференции 270 Участников У нас Сегодня Было Для нас Это На самом деле Повод Радоваться Большое Спасибо Переводчикам Которые Обеспечивали Переводы Большое Спасибо Всем Тем Кто Готовил Эту Конференцию Большое Спасибо Нина Хапи Большое Спасибо И Приятного Вечера Спасибо